Среди резонансных строек 2016 можно выделить строительство, как оказалось, продолжение дома номер 82 по улице Ленина. Появившаяся спецтехника во дворе этого дома вызвала бурые годования у жильцов. Но опять же у застройщика с документами все в порядке. Это продолжение вот этого дома, который многострадальный, наверное, лет пять устроился, не меньше. Как показала практика, рассчитывать на вид из окна покупателям не стоит. Никто не дает никаких гарантий. И все уверения о панораме на город и о ламзакате из окна вашей кухни не больше, чем красивые слова менеджеров по продаже. Вот и последние подъезды нынешнего Ленина 82 будут любоваться на последние подъезды нового Ленина 82. Но жители дома не собираются сдаваться под натиском экспертиз и официальных ответов. Строительство дома на улице Ленина 82. Очень много недовольных жителей. Как это у вас построенного дома. Очень многое создает дискомфорт и неудобств. Рядом территория Башкирской гимназии, которые тоже сталкиваются с проблемой данной стройки. Если не ошибаюсь, по последним данным, сдача объекта должна была состояться в 2017 году. Но по каким-то проблемам она не может быть закончена. Мало того, застройщик не достроил, не сдал один объект, он начал строить другой фундамент. Не закончив один дом, начал строить другой. Как видим, работы потихоньку какие-то идут. Типа планировки, ну как, что-то широкомасштабных работ, деятельностей тут не видно. Планировка идет. Тот дом, он стоит, пустой. Очень много жителей жалуются. Просто он проблемный дом. Строится очень долго. Сдали вместо асфальта бетонированную дорогу. И вот сейчас эта дорога на въезде во двор, она у нас разбитая вся. Мы вроде как хотели в этом году в ППМИ участвовать. И, скорее всего, даже если мы в ППМИ будем участвовать, нам никто не даст сейчас этим заниматься. В общем, не выделить деньги, пока вот эта стройка вся не закончится. И вот, а когда она закончится, это вообще неизвестно. Ну вот он у нас считается шестиподъездный. Ну вот все по подъезду сдают по одному. Это так долго длится. И вот если мы это все будем ждать, чтобы нам двор маленько хотя бы вот как бы расширили вот это. У нас постоянно то и дело машины задевают, потому что узкий как бы проезд. И у нас во двор заезжаешь, выезда-то вдоль дома нету. Там следующий дом Ленина 84. Там проезд закрыт. И вот приходят люди, вот здесь разворачиваются или круг делают по двору. Вот начинают, видимо, разворачиваться или вечером, или что и дело машину задевают. Вот буквально вчера. Еще один новый фундамент уже строят. Да, да. Это шестой подъезд наш. Ну, короче, вам еще лет десять там. Да, да, да. И вот если его ждать, это когда у нас благоустройство нашего-то двора будет. Вот этих четырех подъездов-то мы не дождемся. У нас вот в этом году заезд такой страшный. Вот это яма, бетон же. И вот на повороте заезд во двор. И он еще к тому же узкий. Вдоль вот этого дороги ставят машины, заворачивают. И к тому же, чтобы заехать в ближайшие дома, едут через наш двор. По другую сторону дома тоже нет никакой информации о том, когда сдадут объект. Никаких сроков, как и с той стороны. Просто наименование организации, подрядчика. То есть все это происходит рядом с Башкирской гимназией. Видим, рядом со стройкой постоянно ходят дети. И это не первый год, эта стройка. Все не может закончиться. Какие причины, какие проблемы, никто ничего не знает. Все просто хотят жить уютно, комфортно и безопасно. Жители данного микрорайона. Но, как видим, кто-то создает всегда проблемы, неудобства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok